В области Орловска, Липецка и так далее. Вот наша зона влияния. Ну вы знаете, какая была вот первый вопрос там о зимой клин Северного Дона. Зима относительно мягкая, несколько морозных фронтов, но досаждала потом основательно протертая ледяная корка. Причем в первую очередь от ледяной корки много выпало сортов южной селекции. Затем майские заморозки добавили. И вот этот весь комплекс обусловил то, что посевы, которые весной взошли, они очень замедленно развивались, угнетенно. И собственно не сформировали ни должную листовую массу, ни другие ингредиенты, связанные с фотосинтезом. Это, конечно, отрицательно сказалось на урожае. У нас средний урожай на полях, которые зашли весною, начиная до 22, ну кончая до 35 центов. Вот за 50 центов трудно было получить урожай. Но особенности силы в текущем году. Осадки, влага, их распространение спорадическое. У кого-то есть, у кого-то нет. Но я бы набрался смелости и сказал, что процентов 70-80 проблема наличия осадков в пахотном слое продолжает быть критической, к сожалению. У нас годами мы закладываем сорта, самые различные селекции на сроки пассива. И выявлено вот в нашей зоне северной и туда дальше на север, значит, оптимум это 25 августа, 15 сентября. Именно в этот период формируется довольно приличный урожай, пик по урожайности. Уже 25 сентября это недобор 5, а то и 1 тонну. 5 центеров или 1 тонну зерна. А уже, конечно, в октябре, у нас срок 5 октября, это 1,5 тонна недобор. В сравнении, допустим, с 5 или 10 сентября. Вот такая вводная первая. Наша задача, которую мы ставим при селекции, это создать сорта со стабильной урожайностью, которые бы давали стабильную урожайность в широком диапазоне погодно-климатических факторов. В широком диапазоне, то есть все должны мы учитывать, и таким образом это не должно указывать негативное воздействие на урожай. Это минус 18 на узлу кущения. Хотя сейчас и мягкие зимы, но к нам фронта заходят, и 30 градусов мороза, несколько дней и так далее. Бывает 3-5 дней мороза, и все, посевов нет. Обязательным подспором для этого является продолжительность героризации 60 и более дней. Во-первых, при оттепелях это обуславливает более длительный анабиоз растений, которые осенью, ну допустим, раскустившиеся, и наступает длительная оттепель, и вот это положительно сказывается на анабиозе. Они не с такой скоростью, чем, допустим, южане или другие трогаются в рост, и там при наступлении холодных фронтов проблемы возникают. Наши сорта выдерживают ледяную корку более 60 дней. Выдерживают с заморозки до минус 11. Ну, что это такое на примере в этом году? А зимая пшеница, посеяно 25 августа, дала 40 центеров. Тритикали, ну, она, я сказал, вот неативы были по ледяной корке, по низким температурам, заморозкам. Тритикали дало 70. 40 и 70. 5 сентября пшеница дала 56. Тритикали 80. 15 сентября пшеница 50, тритикали 73. Ну, и дальше уже пошло на спад. Но все равно, даже если 5-10 посеяно пшеница 36,6 весной взошла вся, то тритикали все равно 68 центеров. Оно устойчиво заморозкам. Все сорта наши силипсы. Ну, о них речь еще будет идти ниже. Важно также, мы считаем следующий фактор нейтральность на срок сила. Ну, это, собственно, слайд показывает, вы видите, регионы допуска. Все это минимум 4-5 почвенно-климатических зон России. И только новые сорта, вот сравнительно пока по двум-трем зонам. Это говорит о высочайшей экологической пластичности. Он губернатор по раз, два, три, четыре, пять зон Северодонецка. Северодонецкая юбилея на 25 лет уже возделывается. И до сих пор ее сеют. То же самое Донека и эта самая. Еще одна особенность появилась негативно, это вирусные болезни. Я должен доложить, что все сорта нашей селекции резистентные, они не поражаются вирусными болезнями. Я не хочу кубанцев, так сказать, обижать. Вот здесь вот сорт Курень на Делянке полностью погиб. Ну, и, конечно, это не только кубанским, но и другим сортам южной селекции относится. А, вот о нейтралитете на срок сева. Вот красный выделен Донна. Это, конечно, влажный год. Независимо от того, когда она посеяна, урожай одинаковый до 25-го числа. Донера также. Вестница по Непарамам. Также миссия по Непарам. Также магия по Непарам. Также Тараска-70. И вот обобщенно в сравнении с Тритикалей, я говорил, с учетом устойчивости в майском заморозке. Вы видите, что получается. Какая сегодня обстановка? Выпало, по крайней мере, у нас 13 миллиметров влаги. Влага соединилась, слава Богу, с подошвой. И таким образом посевной слой увлажнен. Когда мы на совещаниях начинаем говорить об оптимальных сроках, но местные академики говорят, что жарко. Вот, значит, и под насекомых попадет и так далее и тому подобное. Но я им отвечаю, с насекомыми можно бороться путем протравивания, системными протравителями. Вот. А когда вы дождетесь 5-7 сентября, то влага опустится на 2-3 сантиметра. Она имеет свойство каждую неделю опускаться на 2 сантиметра. Поэтому вот такая критическая ситуация, которая и в этом году имеет быть место, в прошлом году, вот начиная с конца июля, и до устойчивого похолодания и осадка не было. Вы это знаете? Что все сели в сухую почву. У кого нервы не выдерживали, они сели в конце сентября. И там выживало процентов 65 весной. Те, кто сел в середке октября, там весной выживало 75% по сортам. Вот. Начиная с нейтральных, а потом вот более интенсивным туда, к середке сентября. И причем, если говорить о производстве, то если есть в программе посев по непарным предшественникам, и там промокание полметра, то надо оттуда начинать, а потом уже переходить на пары. Некоторые ездят саперной лопаткой, выкопал 20 сантиметров промачивания, начинают сеять. И потом эту площадь перерабатывают где-то в октябре-ноябре и повторно пересевают. В моей практике есть совхоз Шумилинский Верхнедонского района, Каширин Юрий Константинович. Если он слышит, привет ему. Вот он пришел у меня, вот такая ситуация, начинает сесть. Сколько? 20? Я говорю, подожди. Подожди. Он не подождал. Академик. 2000 гектаров посеял, все взошло, раскустилось. И в середке октября все засохло на площадь 2000 гектаров. Таким образом, минимум, это предел, минимально это полметра. И, пожалуйста, сейте себе на здоровье. Значит, я повторяю, главная задача получить сходы уже невзирая на рекомендованные сроки сила. Я, если критическая ситуация по пару, использую, использую всеми забытые Бараевские стерневые селки с СССР в Баянии. Я десятки лет говорил на всех совещаниях всем их руководителям, просил, поручил, чтобы у нас там Нептимес, есть же институт инженерный, чтобы они, ну, современную селку сделали с широким захватом под хороший трактор. Это самое. Потому что захват в этой СССР 2.1 всего лишь. Ну, старая селка. Но технология простая, вы знаете. Нарильник такой основательный, изготовлен с запасом на прочность. Ему в затылок идет каток, который делает... Нарильник сеет, допустим, влагу на 12 сантиметров. Мы сеем на 12 сантиметров. За ней идет каток и делает ровик на 6 сантиметров. И таким образом пшеница будет сходить 6 сантиметров вот в этом ровике. Причем это, эти дела я практикую довольно часто. Я в 85-м, 87-м был директором Северодонецкой станции. Вот с тех пор несколько пассивных агрегатов уже посчитайте. 13 и 21 более 34-х лет через год это делаю, уговариваю всех, вот, но все берут, значит, земнопрессовые селки прямого посева, на 9 сантиметров загоняют, оттуда 20-30% только всходит пшениц. Такие дела. А? А? такую глубину вообще сеет? Конечно, согласен на 100%. Ну, ну, что такое? по пшеницам. У вас есть данные зависимость урожайности от румины по силам? Есть. Это вот и по третикали. Вы видите, что наши сорта, я чуть позже коснусь более шире, значит, у нас 25 сортов в госреестре, кстати. и мы создали сорта с низким количеством белка, который формируют. Это этанол, это кондитерская производство, конфекционерик продакшн и так далее. Высокобелковые хлеб, крупа разная и так далее. госли сделаны на все, буквально уже. У нас довольно широкое распространение получили интенсивные сорта. золушка, которая в нашей зоне конкурирует с Таней, там, с Алексеевичем и так далее и тому подобное с кубанцами. Светлые, они даже у нас на севере области 100 центров получают на Рогнистане совсем. Интенсивная пшеница Дон-Ира. Вы видели ареалы распространения пять сортов, губернатор Дона, Донская вера и так далее. 25 лет в Северденецкое ювилейное. Это первый сорт, который нами в 72-м году получен, когда был заморозок минус 11. Тогда в Ростовской области 400 тысяч гектаров ляпного, особенно по северу. А туда в Воронежской области, Волоград. Значит, пшеница была в фазе стеблевания перед выкалашивания. Ну, примерно 45 сантиметров. И вот все это погибло. Они запустили кормовуборочные комбайны для того, чтобы хотя бы эту надземную массу взять. Заходишь на поле, запах силоса. Донека все сильные, без разоговоров. 18-19 градусов на узлу без проблем. И новое я созданное сорта здесь с учетом запросов на качество. Тараска 70, миссия, магия, вестница. Накормишь на поч 15-16 процентов белка. Без вопроса. Этими сортами выравнивают партии произдачи. Филлер получается, разбавляют как водой. Один к трём или что-либо. вот. Ну, естественно, есть и другие сорта. Сейчас в госреестре это были на дома. Ну, в наших условиях даже получали 106-109. Затем акапелла тоже самое. Очень широкое распространение получает. и, наконец, последнее вот в этом году богема. Ну, и так далее. Ну, ещё 7 или 8 сортов государственного испытания. Поехали дальше. Вот, я хочу обратить внимание на тратикали. Говорят, хлеб негожий, тяжело, тяжело выпечить и так далее. Вот агрегат для спинивания теста механически. обычный процесс выпечки это 6-8 часов опара, дрожжи. Дрожжи должны поднять, так сказать, выделяется 2, но тесто поднимает, опарный метод. Здесь миксером замешивается всё, ёмкость вставляется вот этот спиниватель в место, тесто 5 секунд и можно нести в печь. Вот такой хлеб получается. Можно по этой технологии не обязательно с тратикали муки. Можно из любой пшеницы выпечти, причём перестаёт иметь значение количество тратикали клейковины, какая она, плывёт, не плывёт, количество белка, слабое, плохое и так далее, и так далее. А почему я на эту тему говорил, потому что есть у нас приличное количество людей, которым глютен запрещен по обмену веществ. Собственно, можно из кукурузной муки, можно гречку смолоть, выпечить, всё можно. И можете представить туда можно добавить всевозможных ингредиентов, всевозможные кексы, ну и так далее. Вот в Воронеже пасхи пекут вот таким путём, таким способом. Ну, вот в кондинерском производстве мы перепробовали всё, что можно. Вы видите наборы, я не буду пересеселять. Вот по Андрею 100 килограмм зерна тратикали засыпают вон туда вверху и получают уже патоку или глюкозу чистую эстритикары. Для этого, значит, у нас созданы сорта, которые больше 70% крахмала накапливают. А для крестьян вот Валгарат и у нас некоторые на юге Ростовской области сеют каприз, зерно зерно такое, как пшениц. По самым плохим предшественникам, которые только можно придумать, высевают, получают довольно приличный урожай и сдают, как пшеницу. Точно так же гектор, такой и так далее. Вот один из методов. Но бета-нов-спирт, я не буду показывать схему, это новшество. Вы видите, слева хлеб какой, желтый, а справа обычный. Созданы сорта с высоким содержанием каротиноидов, причем уровень содержания каротиноидов в зерне, такой, как у яровой твердой пшеницы. Но яровая твердая пшеница максимум 30 центеров, но в лучших случаях на Кубане 50-60 она может яровая тверда дать. А в нашей зоне нет. Ну вот так вот. А этот ретикали 60-70 я показывал. Центеру дает без разговоров. Макароны отличная, крупа отличная, причем выявился один нюанс. Оказывается каротин, вот его количество увеличивается от оболочки к центру. И таким образом, если ободрать несколько слоев зерна, то можно на 13-15 процентов крупе во всех этих изделиях повысить содержание каротина. я не буду говорить, что такое каротин, верно? Ну и большая группа сортов, которые зеленка, корм, скот. Вот в прошлом году арго презентация, или позапрошлом, 75 центров масса. масса, сено, рулоны, сенаж, зерносенаж, все это мы можем. Вот, пожалуйста, зерносенаж, 50% должна иметь влажность надземная масса, он на полный захват не прокашивает, давится, как говорят в простонародье, ну, а закладывают обычно, как обычный силос. Вот такие вот дела. Анатолий Иванович, спасибо вам большое. И я потрясаю еще включенный государственный реестр, как Сердонецкая юбилейная, значит, пользуются и на сегодняшний день высоким спросом. В чем это выражается? Допустим, вот, есть крестьянско-фермерское хозяйство в Михайловском районе, Волоградской области, где я, как говорится, курирую ту зону, вот, чтобы внедрить сорта в производство, которое выведено Анатолий Иванович. Вот этот сорт в этом году дал 47 центеров гектара. При, на площади 1700 гектаров, это не на какой-то там площадке, там, 100 там и так далее, 1700 гектаров 47 центеров. Качество, естественно, высокое. Есть вот сорт Донека, хороший сорт, при том, по всем предшественникам. Вот я вчера встречался там, тоже, будучи в Новоаннинском районе, с одним тоже фермером. Он говорит, у меня, дайте нам, они звонили кому-то, что нет уже семян, дайте Донека. Он даже по подсолнечнику говорит, у меня дает урожай, не хуже пара. Вы понимаете, когда вот слушаешь отзывы непосредственных производственников, это, естественно, вот заставляет еще раз, еще раз говорить о том, что недостаточно мы вот на местах пропагандируем, рассказываем технологию того или иного сорта, потому что каждый сорт это индивидуален, и его, так сказать, обобщенном виде применять, а применять на полях, выращивать, это не годится. Сортовая агротехника. Сортовая, совершенно верно, агротехника должна присутствовать. Вот я в последнее время присутствую на днях полей, вот, которые проводят фирмы по пропашным, вот они там рассказывают персонально о каждом гибриде, что и как. Мы же пока вот так у нас ни дней поля не стало проводиться по зерновым, ничего. Поэтому вот наша задача как проводников, вот нас, специалистов, селекционера Дона, чтобы то, что вот Анатолий Иванович и его коллектив наработал по каждому сорту, вот, чтобы непосредственно применяли производственники. Золушка, великолепный тоже сорт. Во-первых, тоже по всем предшественникам. Вот, мы говорили о Северодонецкой юбилейной, Донека, Донера, вот они более пластичные и более, вот, на сроке высева. если другие действительно вот им нравится сорту середины оптимальных сроков или начало оптимальных сроков, а эти вот даже до 25 сентября, если они высены, значит, дают приличный урожай. Естественно, это всегда производственника подкупает. Вот у Григория Мелехова у нас есть такая фигура, как буквально с Тихуадона вышел глава крестьянско-фермерского хозяйства в Нуванинском районе тоже Волгоградской области. Действительно, сложились в прошлом году при посеве сложные условия. И он тоже посеял Донну на площади 1350 гектаров. Там не было вот этих окон, как у нас здесь в зоне то февраль и в марте, а все взошли только в апреле месяце. Он получил с этой площади 25 центров. Это вполне при такой ситуации нормальный результат. Естественно, все это опять-таки это уже проверено, просто мы не доносим до производителя, что какой сорт именно когда лучше высеет, чтобы он дал максимальную отдачу. у нас конечно много южных селекций сортов на севере и в том числе и в Воронеже, и в Волгоградской области, и у нас в Ростойской области, но вот у нас есть хозяйство Зао Манина в Воронежской области, хороший, крепкий хозяин такой, он Алексеевича мне и больше ничего, Алексеевича и все, и гром. Я говорю, слушай, ну давай посеем, вот Алексеевича, раз ты его любишь, прелюбил, ну это хорошо, он хороший сорт действительно, мы посеем золушку, оба сорта безостые, вот, близкие, как говорится, по всем, посеяли, два с половиной центра золушка дала выше. Так он говорит, Ангел Волгоградович, я не говорил, он говорит, так она ж хуже вымолачивается, ну сейчас современная техника уборочная вполне может любой, так сказать, любой сорт, любой каприз, говорится, выполнить без всяких затруднений, тем более даже при этом все-таки превышение есть, то есть наши сорта значит конкурентны со всеми селекциями, это однозначно, просто надо их творчески и как здесь говорится сортовая агротехника применять и не тогда на больших площадях, тоже Мелихова, вот площадь, я уже сказал, что весна, взошлищенный урожай, поэтому и у меня другие есть примеры по белой калитве, здесь тоже по парам и даже по подсолнечнику вот донская лира, это тоже не новый сорт, уже давнишний сорт, но он выдающийся по урожайности, вот по парам 56 центеров, по подсолнечнику я имею в виду, по подсолнечнику, и по парам практически такой же результат есть, вот, то же самое, такой же результат, поэтому нам надо побольше быть там на низах, на производстве, где, а молва сразу доходит, какой сорт хороший, какой плохой, значит, сразу распространяется, там они между собой уже начинают, так сказать, обмениваться семенами и так далее, и тому подобное, поэтому я думаю, что сейчас мы закладываем масло урожаю 22-го года, надо все это учитывать, надо на местах подсказывать, чтобы в целом каравай России, Ростовской области в частности, чтобы как эти 12 миллионов 600, чтобы он и дальше, так сказать, завоевывался, нарастал. Спасибо вам. Прошлый год посева и непосредственно как бы весь период по погодно-климатическим условиям был очень, как сказать, не адекватным, можно выразиться, так, как в осенний период, так и непосредственно и весенне-летний период. Хочу отметить, что на сегодняшний день в реестр РФ внесено 59 сортов азимой пшеницы. Непосредственно азимой мягкой пшеницы это 41 сорт и 18 сортов азимой твердой пшеницы. Кроме того, как вы видите, по внесению в госреестр в последний год это в этом году было внесено два мягких сорта азимой пшеницы, это полина и юбилей дона и азимая твердая пшеница это УСЛАДА. Непосредственно ежегодно мы передаем на испытания в госкомиссию для изучения по трем регионам это Северо-Кавказский, Нижневолгский и Центрально-Черноземный. Как вы видите, в 2020 году на ГСУ было передано значит, четыре сорта азимой мягкой пшеницы, это золотой колос, аюта, матрица, приазове и два сорта это твердый пшениц ЭЛАДА и ХРИЗОЛИТ. И вот сорта, которые были переданы в 2018 году это АМБАР, НИИВАДОНА, УНИВЕР, ЗОДИАК и два твердых сорта ДИНАС и ЛАКОМКА это сорта, которые на данный момент сейчас будет решаться их судьба по райнированию. Кроме того, в Селег-Центре основная масса сортов это была относилась в группе среднеранних сортов. В последние годы мы расширили линейку этих сортов и теперь кроме того у нас как вы знаете был еще сорт ТОНИЧНОЕ который относился к раннеспелым сортам. Теперь в последние годы мы как бы расширили линейку и теперь у нас имеются как раннеспелые сорта среднеранние среднеспелые и среднепоздние два сорта это два как я уже ранее отмечал это сорт УНИВЕР и АМБАР что касается это озимой мягкой пшеницы и к сортам раннеспелых как вы видите добавились к станичной это сорта АКСИНИЯ ЭТЮД ЖАВРОНОК и подарок Крыму из этих трех четырех последних сортов которые я перечислил как вы видите АКСИНИЯ ЭТЮД и ЖАВРОНОК уже внесены в гос-реестр и пользуются неплохим спросом особенно такие сорта как АКСИНИЯ ЭТЮД ЖАВРОНОК в этом году показали хорошие результаты в связи с сложившимися погодно-климатическими условиями в этом году можно отметить что раннеспелые сорта дали высокую урожайность по сравнению с позднеспелыми сортами хотя в остальные года вот предыдущие 20-е до 19-е основную массу урожайности показывали это более среднеспелые среднепоздние сорта которых у нас практически на данный момент сейчас мало а хотелось отметить что эту как бы нишу занимают именно краснодарские сорта которые при хороших климатических условиях позднеспелые сорта давали высокую урожайность кроме того позднеспелые сорта в этом году показали низкую урожайность мы у себя испытываем иностранные бывают сорта в качестве в коллекции то в этом году все позднеспелые сорта которые выколашивались где-то с 25-го июня и по 2-е 5-е июля эти сорта были во-первых по урожайности проигрывали более тонны полторы тонны вот и к тому же показали не только плохой урожай но и качество зерна то есть зерно было само по себе щуплое невыполненное и качество что касается клейковины если сравнивать с раннеспелыми то здесь вот у аксинии этюда жаворонка качество белка было в районе 15% то если брать позднеспелые сорта то там белка доходило всего лишь 11% что касается ну я здесь не буду остановиться уровня плодородия то наши сорта подразделяются на три группы это для низкого уровня плодородия сорта средний и высокий как я уже говорил что погодные условия в этом году были очень жесткие как в период посева так и в процессе самой вегетации как вы видите это представлена здесь линейка новых сортов и сортов которые непосредственно находятся на испытании эти сорта были посеяны по седеральному пару срок посева был здесь 28 сентября как вы знаете в нашей южной зоне в этот период были очень сильные бури во-первых влаги было очень мало сходы здесь были получены где-то через 2-3 недели вот по седеральному пару как вы видите урожайности этих сортов в этом году была в районе от 8 до 10 тонн наиболь сейчас сейчас где тут ага вот наибольшая урожайность была получена вот как вы видите по новому сорту который сейчас на испытании это универ 9 и 6 тонны ну и те другие сорта находились где-то на уровне если сравнивать со стандартным сортом ермак который в этом году показал урожайность 8,4 тонны следующая группа сортов это группа сортов универсального типа здесь хочу остановиться чуть более поподробнее значит по предшественнику кукурузы на зерно это наши как бы тоже новинки и сорта которые уже пользуются хорошим спросом такие как сорт вот красодона зарекомендовал себя очень неплохо хотелось бы отметить что здесь посев был проведен 1 октября вот влаги в почве как таковой не было значит зерно пролежало здесь до марта месяца то есть сходы мы получили только в марте месяце и благодаря как хорошим можно сказать погодным условием которые дали получить сходы немножечко раскуститься и получить вот как вы видите в 2021 году урожайности не ниже двух предыдущих годов то есть если отметить что два предыдущих года сходы были получены с осени там рябчик или как называют или по хорошие сходы то вот в этом году сходы были получены в марте и непосредственно зерно которое сформировалось это вот в период закладывания сказать можно сказать что в наших условиях в период формирования и налива зерна были хорошие погодные условия лишь только отметить что как в конце уже перед уборкой пошли осадки и как говорится включилась высокая температура то есть температура была более 40 градусов и зерно ну как произошло стекание качество начало теряться то есть вот когда я говорил заранее что раннеспелые сорта в этом году остались с хорошим качеством то есть на данный момент мы сейчас проверяем у себя в лаборатории и как бы вот есть разница между раннеспелыми и позднеспелыми да несомненно имеются и сорта которые относятся к линейке позднеспелых то есть там также все равно имеется сорта с неплохим качеством далее остановлюсь немножечко на сортах которые предназначены для жестких предшественников как вы видите в этом году это сорта аскет изюминка и вольный дон это новый сорт который внесен в госреестр с 2020 года как вы видите они в этом году показали неплохой урожай по предшественнику подсолнечек если брать два предыдущих года то урожайность где-то выше на тону от двух предыдущих годов это сорт вольный дон по качеству является ценным кроме того ежегодно мы проводим экологическое испытание как в ростовской области так и за пределами ее кроме того хотелось отметить что в этом году многие хозяйства куда мы звонили и спрашивали как себя ведут посевы озимой пшеницы то здесь была такая картинка что даже некоторые хозяйства говорили у себя в производстве озимая пшеница либо вымерзла либо от недостатка влаги получалось засыхало на корню то есть корневая система была слабо развитая в связи с тем что были получены всходы и был всего лишь нераскученный посев один стебель всего лишь у растений то многие хозяйства делали выводы и перепахивали пшеницу и засевали подсолнечником доходили такие площади и насколько известно было до 2-3 тысяч гектар было пересеяно подсолнечником вот на слайде представлены результаты наших можно сказать новинок которые сорта непосредственно включены или находятся на испытании как вы видите вот в Никлиновском районе в 50 лет октября здесь урожайность изучаемых сортов где-то варьировала от 50 до 64 центнеров с гектара как я говорил что наибольшую урожайность здесь показали эти два позднеспелых сорта амбар и универ следующее хозяйство это север области это Шолоховский район здесь как вы видите урожайность намного ниже но она составила от 40 до 45 центнеров с гектара наибольшую как вы видите урожайность получилась по сорту Невадона 45,2 центнера остальные сорта были на уровне 40 центнеров что касается озимовая ячменя то в Шолоховском районе где были заложены опыты озимый ячмень из 4 сортов там хорошо себя зарекомендовал сорт ерема он хорошо перезимовал и показал неплохую урожайность кроме того вот Целинский район здесь из 11 сортов как вы видите урожайность на уровне 50 центнеров максимальную урожайность здесь показал сорт капризуля 56 центнеров с гектара следующий это вот Семикаракорский район здесь сорта высевались в основном по овощным культурам предшественник был овощные культуры то здесь урожайность как вы видите у сортов распределилась от можно сказать от 50 до 80 центнеров максимальную урожайность показал сорт юбилей дона на сегодняшний день этот сорт внесен с 2021 года по северо-кавказскому нижневоложскому региону как сильная пшеница кроме того здесь не представлены данные хотелось бы отметить что качество зерна здесь варьет по содержанию протеина это от 13 до 14 28 процента следующие это вот облеевская сельхозхимия облеевский район ежегодно это хозяйство покупает наши семена и как вы видите здесь в отчетном году урожайность от 40 до 54 центнеров гектара по 10 сортам максимальную урожайность как вы видите была получена по сорту вольница и также кроме того здесь можно отметить что содержание белка варьировало от 13 до 14 и 6 процента и по содержанию клейковины здесь как вы видите содержание клейковины в районе в основном 30 процентов кроме того хотелось отметить что это хозяйство на протяжении своих многих лет выращивания озимой пшеницы вносит большое количество удобрений кроме того основную массу как мы разговаривали с агрономом основная масса удобрений приходится на осень потому что с весны очень много то что они уже испытали у себя мало влияет на качество и на урожай так как в их условиях после где-то марта апреля месяца включается жара и все что непосредственно происходит с внесением удобрений сильного влияния как бы не играет вот далее у нас был в 2021 году день поля на базе института проведен как вы видите здесь была высиная большая линейка сортов но здесь только представлена часть которая показала наибольшую урожайность то здесь как вы видите по качеству зерна здесь по содержанию белка наибольшую показали два сорта это аксения и шеф которые а и вольница которые внесены как сильная пшеница ну и вкратце здесь остановлюсь на наших новинках которые сейчас внесены в госреестр это сорт зимой мягкой пшеницы шеф который обладает устойчивостью к листовым болезням также обладает хорошим качеством зерна относится к ценным пшеницам по урожайности как вы видите за последние пять лет средняя урожайность этого сорта по предшественнику седеральный пар составила более 9 тонн максимальная урожайность то есть потенциал зерной продукции был реализован в 2018 году это 11 тонн кроме того этот сорт мы рекомендуем также высевать по таким предшественникам как горох кукуруза на зерно получают неплохие урожаи и по этим предшественникам в основе этого сорта был заложен в качестве материнской формы отцовской формы это сорт ростовчанка 5 всем известный на сегодняшнее время следующий сорт это сорт этюд как я уже ранее отмечал это раннеспелый сорт он созревает и выкалашивается на 5-6 дней раньше стандартного сорта ермак то есть имея у себя в хозяйстве такой сорт то есть можно приступить к уборке на 5-6 дней раньше и тем самым разгрузив нагрузку на уборочную технику как вы видите что этот сорт является также по качеству зерна относится к ценным пшеницам средняя урожайность составила за последние 5 лет 9,2 тонн из гектара максимальная урожайность этого сорта была также получена в 2017 году по предшественнику черный пар более 11,5 тонн и отметить хотелось что в основе этого сорта также лежит отцовская форма от ростовчанки 5 следующий сорт это донская степь сорт универсального типа обладает комплексом адаптационных признаков высоким потенциалом зерновой продуктивности по качеству зерна это могу сказать что ценная пшеница кроме того этот сорт как устойчив к основным листовым болезням так и обладает высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью по значит что касается рекомендуется для посева как по паровым предшествиям так и для возделывания на среднем агрофоне как вы видите урожайность его за последние 5 лет составила 9,7 тонн из гектара и хотелось отметить что в основе лежат два сорта местной селекции это сорта ростовчанка 5 в качестве материнской сорта ростовчанка 7 это следующий сорт вольный дон который занесен с 2020 года здесь как вы видите сорт сочетает высокую зерновую продуктивность и хорошую морозостойкость и засухоустойчивость засухоустойчивость этого сорта она равняется на уровне нашего значит высоко засухоустойчивого сорта который является стандартом это сорт аскет всем известный вот следующий значит сорт это сорт жаворонок как я уже отмечал ранее это скороспелый сорт этот сорт идет на замену сорту станичная сорт сорт показывает хорошие прибавки урожая за последние годы кроме того зерно здесь выполнено масса тысячи в районе 40-45 грамм значит этот сорт я же как уже ранее отмечал идет как на замену сорту станичная следующий сорт это сорт вольница который внесен также с 2020 года это самый крупнозерный сорт на сегодняшний день масса его тысячи зерен более 50 граммов в этом году если я не ошибаюсь по-моему масса тысячи составила 55 грамма вот значит этот сорт также универсального типа сочетает высокую морозостойкость за сухоустойчивость устойчивость к листовым болезням как вы видите средний урожай за последние 5 лет по предшественнику значит кукуруза на зерно составило более 7 тонн максимальная урожайность этого сорта была получена в 2017 году более 10 тонн и в основе этого сорта лежит в качестве материнской формы был использован сорт станичное следующий здесь немножко остановлюсь это наши новинки которые на сегодняшний день будет решаться по их райнированию это сорт гладиак это сорт также высокопродуктивный как вы видите максимальная урожайность была получена более 11 тонн то также хочу отметить что это сорт крупнозерный масса тысячи от 45 до 48 грамм следующий сорт неводон скажите а можно ли как-то поближе все-таки к итогам прошлого сезона вот на ваш взгляд лично какие сорта были действительно выдающимися которые провели себя лучше всего ну как я ранее отмечал в этом году я же говорю максимальную урожайность были получены сорта это раннеспелые и среднеспелые более ну вот сейчас я дальше скажу что вот два сорта это универ и амбар хотя они и относились к позднеспелым сортам эти сорта в этом году показали также неплохую урожайности и по качеству зерна относятся к цене пшеницы кроме того хотелось отметить что вот сорт универ его высота достигает в районе ну 100-105 сантиметров вот то значит в этом году непосредственно за неделю до уборки у нас прошел именно вот не знаю как полосой над этим полем где как раз высевались эта линейка сортов сильный ливень со шквалистым ветром даже короткостебельные сорта были немножечко как сказать завалены то сорт универ он практически устоял что хотелось бы отметить по состоянию устойчивости к полиганию что касается как вы говорите урожайности как я отмечал что непосредственно и поздние сроки этот поздние появления всходов не оказали существенного влияния за счет мы считаем погодно-климатических условий которые способствовали получению урожая то есть если бы отсутствовала весенняя влага то неизвестно какой бы урожай был получен на сегодняшний день тем не менее как вы видите по области урожайность в этом году отмечается не ниже прошлогодней а даже выше и тем не менее как вы видите зерновой клин получен более 12 миллионов еще можно тут да да минутку здесь что хотелось отметить непосредственно по срокам сева основной срок это для южной зоны как вы видите начало допустимых с 10 по 19 сентября оптимальные это для нашей зоны 20-30 ну и конец допустимых сроков это с 1 по 15 непосредственно еще мы у себя в отделе в институте да подзимний посев это где-то ноябрь конец ноября начало декабря ну хочу отметить что в этом году еще точных данных не знаю но последние два года как показывали эти сроки ну как бы не уступали срокам началу допустимых если складываясь хорошие погодные условия в дальнейшем то урожайность была получена ну конечно меньше от оптимальных бывало и на тонну но все равно подзимний срок посева особенно это нужно учитывать смотря какие сорта подходят под эту группу не все сорта имеют необходимо высевать подзимний срок ну и кроме того хотелось отметить что большое влияние в этом году играла также глубина посева если брать у нас Ростовскую область то некоторые хозяйства которые посеяли в этом году очень мелко в связи с тем что были как вы знаете пыльные бури часть семян была выдута то есть они находились в посадке за счет того что почва сухая и выдувала не только семена но и то есть большой слой да верхний слой все у меня как бы спасибо большое спасибо большое